Всем привет! Вот в очередной раз хочу похвастаться своей сегодняшней покупкой. И первая часть, которая принадлежит этой покупке, это вот такой вот блок питания. Он на 12 вольт 700 мА. Вот такой вот обычный блок питания. Штекер у него совершенно стандартный. Вторая часть, которая принадлежит этой покупке, это две мизинчиковые батарейки Energizer. Третья. Ну и естественно пульт. Что еще нужно было ожидать? Пульт опять, сука, без крышки, что меня уже просто бесит, как вы их теряете, народа. Значит, пульт испачкан лаком для ногтей. Называется он Fusion, как вы поняли. Ну и собственно батарейки от него. Давайте их поставим. Так. Как видим, он заработал сразу. И последняя часть от всего вот этого, это, конечно же, телек. Так, вот он. Я его старался максимально вычистить, отдравил, так сказать, экран, рамку, чтобы он хорошо сейчас выглядел на камеру. Вот такой вот он чистенький стал. Он был весь заляпанный. Вот там только грязюка осталось. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Сверху так он выглядит. Здесь он выглядит вот так вот. Попробую вот так как-нибудь аккуратно взять. В общем, здесь отверстие для подставки, для ножки, которой нету. Здесь динамики. Здесь USB, наушники, антенна, компонентный. ВГА. ПК-аудио. АВ-вход, HDMI. И разъем 12 В для блока питания. Модель. Сами видите. Отверстие для кронштейна на стену. Какого года он, я не знаю. Но фьюжены появились не так давно. Несколько лет назад всего лишь. Так. Ну, в принципе, это тот же самый Эрис, Сенсу, Промистери. Такой данной диагонали. Диагональ, как видите, 15,6. А не 16, как заявлено в модели. Ну, и купил я его с каким дефектом. Он не включается. Напомню, это его родной блок питания. Короче, он и не работает. У него есть сопротивление на выходе в штекере. Но у него бесконечное сопротивление на вилке. Я уже прозвонил все это. Поэтому и рассказываю. Так что, сейчас мы берем другой блок питания и включаем телевизор. Для включения будет использоваться вот такой вот блок питания на 1,2 Ампера, 12 Вольт. Он уже включен в розетку. Кстати, я пробовал подключать и 500 мА блок питания. Он тоже работает от него, хотя это 700 мА. В общем, все, что надо. Вставлено VGA, HDMI и USB. Теперь берем питальник и вставляем его в разъем. И видим, загорелся красный светодиод. Там у нас боковые кнопки. Нажимаем клавишу Standby. И смотрим. И он работает. С родным он вообще не включался. Ничего не светилось. И вот всем знакомое меню. Вот такой вот телек. Зайдем в главное меню. Вот так оно выглядит. Наверное, тоже всем знакомое. Пульт берем. Давайте посмотрим, что у нас по HDMI. А вы телосложение вот в этого прадеда? Я думаю, что да. Да? По HDMI. А чем вы занимаетесь при таком физическом состоянии? Подключена приставка Domru. Потому что люблю спорт. Вы оперный певец? В будущем. Ой, что я не представляю. Я не представляю, что я не представляю. 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 Леонид Якубович. Когда узнал о трагедии и о том, что звездный был участник в моем программе, сегодня пришел поддержать вас. Я думаю, что он, когда вы можете найти в ВГА. Вот у нас ноутбук. Он уже включен. Давайте подключим ВГА. Вот. Так, челик положил на ноут. Опять же, специально. И выбираем режим ПК. И смотрите. Наверное, до вас дошло, что в нем используется такая же матрица, как в ноутбуках. Все прям так же. Так же диагональ. Такое же разрешение. Углы обзора. В общем, дисплей в нем от ноута. И даже если бы я его не смог сделать, это все равно была бы неплохая покупка, потому что это можно было бы поткнуть, например, сюда. Ну и давайте посмотрим флешку. Да, кстати, забыл сказать, несмотря на то, что телевизор куплен без подставки, он довольно-таки устойчиво стоит вот так вот. Ну и, собственно, смотрим. Вот так вот. Правда, динамики заглушаются немного. Купил я его за 700 рублей. Мне кажется, нормально. Для не включающегося целого ЖК. Даже 15,6 юмилов. В принципе, на этом все. Вот флешка. Звук с наушников у него хороший выходит. Его можно добиться хорошего. Не то, что на том битом роллсоне. А динамики такие же. Ну, в принципе, это все. Подписывайтесь. Кто не подписан, ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!